Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Солгораева и вот о чем расскажем прямо сейчас. За одну ночь тепла лишились 12 домов в Казани. Холодно, в квартире стало не обогревать. Почему разрушилась котельная на улице Портовая, выяснял Сергей Хайдаров. Жильцов Салават Купере услышали. На счетчик, вот здесь контаж немножко, не докрутили, как говорится, две крутки. Тут же пришли, устранили, тут же. Когда устранят замечания в новом жилом комплексе узнала Анна Городнова. Миссия международного значения. Мы можем успеть очень много. Чем в Татарстане займутся международные наблюдатели, узнал Дмитрий Аринин. По пути в Арктику. Его нужно отключить? Не знаю, не надо. Татарстанские околонгисты погрузились в ледяную воду на 6 часов. Увидел Салават Мухаммадулян. Поднять паруса. Запустил кайт и поехал. В Казани прошел финальный этап Кубка Волги по сноукайтингу. Что тянет татарстанцев в этот порт, выяснял Рамин Шайдолин. Все утро и день. Сегодня экстренные службы Казани ликвидировали последствия аварии на котельной по улице Портовая. В результате обрушения 12 домов остались без тепла. Столичный исполком оперативно предпринял все меры, чтобы подключить дома к другому источнику теплоснабжения. Сергей Хайдаров все сам увидел. Спецтехника, рабочие, суета. На месте разрушенной котельной с самого утра работают и спасатели, и полицейские, и газовики. Тепло нужно возобновить в домах в кратчайшие сроки. Как нам удалось выяснить, происшествие на улице Портовая случилось в третьем часу ночи, и в результате была полностью обрушена крыша и целая часть этой котельной. Пока почему так произошло конкретно, нам никто сказать не может, но скорее всего это случилось потому, что котельная была старая. Ее построили еще 44 года назад. На объекте пострадавших нет. Котельную оперативно отключили от газа и также оперативно приступили к восстановительным работам. Теплом котельная обеспечивала 12 домов. Холодные батареи жители не заметили. С утра остыть не успели, днем солнце, а во второй половине дня в подъездах установили тепловые пушки. Изменения пока нет. У нас тепло, но сейчас тепло хорошо. Каримас Адыкова живет как раз рядом. О том, что нет отопления, узнала только от сотрудников МЧС. Жарко было раньше, а сейчас не жарко, нормально. Мне жарко не люблю. Холод любится. Средний. Чуть-чуть, только холоднее стало. Сейчас уже электрические печки есть. Холодно стало. Холодно, в квартире стало. Ну и обогреватель включили. Прошли по каждой квартире. Уточнили, необходима ли какая-то помощь по отопительным приборам, по лекарствам. Это то, что касается людей с ограниченными возможностями. На место приехал и мэр Казани. Иль Сурмешин осмотрел, как идут восстановительные работы. Начали с подвижки фундамента. Отошла стена и обрушилось перекрытие. Принято решение, пока идет работа, подать тепло в дома из другого источника. От соседней котельной теплоноситель подаем вот сюда, на угол этой котельной. И тепло к концу дня стоит задача в квартиры подать. Внеплановое совещание прошло в доме правительства республики. Задача номер один – не допустить больше подобное нигде. Я прошу узкие места специалистов именно теплового хозяйства, энергетического хозяйства, газового хозяйства. Еще раз силами своих специалистов проверить и организовать дежурство и аварийные бригады быстрого реагирования. Специалисты оценивают состояние котельной. Есть ли смысл восстанавливать поврежденные котлы? Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. После инцидента с обрушившейся котельной в Казани, президент Рустам Яниханов поручил проверить все объекты коммунального хозяйства республики и провести полную инвентаризацию оборудования. Каждая котельная, водозаборы, очистные сооружения, система газоснабжения – все должно работать надежно, сказал президент Тарстана. Услышать от самих жильцов, а не только от анонимных источников, комиссия Минстроя пошла с проверкой в Салават-Купере. Ее создали по поручению Рустама Яниханова. После обращения новоселов, которые писали письма президенту о недостатках, подрядчики, заказчики и эксплуатирующие организации навестили жильцов лично. Какие недостатки и когда их устранят. Анна Городнова. Людмила Гришина – новосел дома 12-4. Его сдали 28 февраля. Замечания уже высказали 84 семьи. У пенсионерки протекал потолок в ванной и труба на кухне. Чистая вода, на счетчик, вот здесь контаж немножко, не докрутили, как говорится, две крутки. Устромили. Тут же пришли, устромили. Сегодня в гости новоселом пришел подрядчик «Барс Элитстрой Плюс». На свои работы они дают гарантию 5 лет. За качество, в первую очередь, отвечает самая подрядная организация, которая строила, а также заказчик за контроль, технический контроль качества. Обращаться нужно в эксплуатирующую организацию. Включатель включали, свет не включался. Часть жалоб жильцов – салаватку пера от анонимных источников, поэтому специальная комиссия Минстрой сегодня пошла по квартирам. У Руфи Зайнулиной не работал выключатель, а у Алины Ганеевой не было домофонной трубки. Домофонной трубки не хватало, нам сразу же принесли. С отоплением кое-какие проблемы были. Еще один дом, ставший объектом критики, под рабочим номером 10-3. Его сдали буквально 10 дней назад. Претензии были в основном к качеству инженерных, коммуникаций и отделки. Вопросов к несущим конструкциям и фундаменту нет. В основном это мелкие недочеты. Криво установили розетку или не отрегулировали двери и окна. Где-то патрон не докрутили, где-то розетка чуть-чуть криво. Но многие жители на это внимание обращают. Все замечания и пожелания новоселов комиссия Минстроя проанализирует, чтобы у жильцов после заселения остались лишь приятные хлопоты по обустройству квартиры, а не хождение по инстанциям. Анна Городова, Марадзайдулин, ТНВ, Казань. Товаров на 10 миллиардов рублей реализовал за прошлый год Татпотребсоюз. Это на 10% больше, чем годом раньше. Главное направление услуги на селе. Республиканскую поддержку получают 53 пункта обслуживания. Они охватывают более 11 тысяч сельчан. Руководитель Татпотребсоюза отметил, успешно работают райпо в Кайбицах, Альметьевске, Актаныши. Потребительских коопераций нет в 9 районах. Рустам Яниханов обратился к их главам, отметив, что такая структура должна быть в каждом. Она решает и социальные задачи. Если в населенном пункте, где ты живешь, нет магазина, у тебя появляется забота где что, или нет системы заготовок, у тебя личные подворья, ты куда-то что-то должен сдать и получить деньги. Много-много таких вещей, которые реализует Потребкооперация. Итак, завтра в стране главные выборы президента России. Сегодня день тишины. Запрещена любая агитация. Предстоящие выборы главы государства уже седьмые по счету. За 27 лет через избирательные бюллетени прошли 34 фамилии. Статус, полномочия, права и обязанности. Хроника главных выборов страны у Лины Зинатулиной. Президент России глава государства. Он не входит ни в одну из ветвей власти, но в то же время обладает отдельными полномочиями всех ветвей. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства и представляет страну в международных отношениях и является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Стать президентом может гражданин нашей страны, достигший 35 лет, и хотя бы последние 10, живущие в России. Это требование Конституции. Кроме того, дееспособность, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, если кандидат имеет судимость за тяжкое преступление, зарегистрировать его могут лишь через 10-15 лет после ее погашения. Президент России избирается прямым, тайным, равным и всеобщим голосованием. Чтобы выборы состоялись, на участке должны явиться больше половины избирателей, а побеждает кандидат, набравший больше 50% голосов. До этого года президентские выборы в стране прошли уже шесть раз. В 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Первым президентом России на пять лет был избран Борис Ельцин. Тогда он набрал 57% голосов. Самый большой выбор у россиян был в 2000 году. 11 кандидатов в президенты. А всего четыре кандидата баллотировались на пост в 2008. Самая низкая явка избирателей зафиксирована в 2004. Чуть больше 64%. А самыми массовыми стали выборы 1991 года. Тогда проголосовали три четверти россиян. В Татарстане популярность выборов президента страны росла с годами. В 1991 явка лишь 63%. На прошлых выборах 2012-го – 83%. Срок полномочий президента в 2008-м был продлен с 4 до 6 лет. Именно настолько жители страны выбирают главу государства 18 марта. Как в Татарстане готовят участки для голосования, сегодня проверили международные наблюдатели. Для работы на президентских выборах в республику приехали несколько миссий. От ШОС, СНГ и ОБСЕ. В этом году число иностранных наблюдателей в России рекордное – более полутора тысяч человек. Кто они и сколько их будет работать в республике? Дмитрий Оленин. В этой позиции мне ящики видно или нет? Да. У него был обзор, в принципе, все. Что откроется для обзора наблюдателям на самом крупном избирательном участке Влаишева, сегодня уже увидели представители миссии Шанхайской организации сотрудничества. Их в республику приехало трое. Сегодня они целый день изучали подготовку к выборам в Влаишевском районе. Подготовка к полным ходам идет. Стараемся. Сейчас на участках сверяют списки избирателей и готовят для них все необходимые принадлежности. Мы удовлетворены ходом подготовки, ходом подготовки избирательных участков, списков избирателей, ну и других всех необходимых компонентов, чтобы избиратель пришел и свое право реализовал на свободный выбор. Настроение предвыборного у всех хорошее, хотели бы отметить. Своими наблюдениями делегации наблюдателей поделились на встречу с руководством республиканского центра сберкома. Здесь они узнали, что в целом в Татарстане к выборам все готово. Наблюдатели, они сами выбирают себе избирательные участки, где они хотели бы побывать, что они хотят посмотреть. Поэтому здесь мы им создали максимум возможностей. Всего в Татарстане следить за выборами будут более 40 международных наблюдателей. Это представители Австрии, Германии, Миссии, ОБСЕ, ШОС, самая большая делегация, 27 человек из СНГ. Ранее я уже бывала в некоторых городах России. Казань и Татарстан показались мне наиболее привлекательными. И я не пожалела, что сюда приехала. Будем объезжать избирательные участки. Целый день, я думаю, что мы можем успеть очень много. По итогам своей работы наблюдатели суммируют все данные и дадут оценку прошедшим в России президентским выборам на территории республики. Дмитрий Аринин, Андрес Натальцев, Амир Залюшев, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Здесь ждут более 160 аккредитованных журналистов, 35 пресс-конференций и 40 спикеров. Информационный экспертный центр общественной палаты республики к выборам президента России готов. Этот масштабный генератор новостных потоков дня голосования. Сегодня здесь завершили последнее приготовление. Как будет работать центр? Об этом далее. Здравствуйте, я Анатолий Исеевич, вам слово. Может, повыше поднять? Последнее приготовление идет проверка звука и даже звучание новостей о предстоящих выборах. Его работа очень важна с точки зрения легитимизации этих выборов. Все должны понимать, что проходит, как проходит и, главное, как реагируют соответствующие должностные структуры на какие-то возникающиеся ситуации и как быстро находятся решения. Для того, чтобы быть на связи со всей республикой, скоммутировали сотни проводов, настроили десятки камер и другой аппаратуры. Пресс-центр разделен на три условные локации. Это основная площадка, где будут выступать спикеры. Вторая локация – это для выхода в интернет, для связи по скайпу и вещания в режиме соцсетей. И еще одна площадка для выхода корреспондентов в прямой эфир новостей. Сюда в режиме нон-стоп будет стекаться вся информация с участков для голосования. На большом табло покажут всю картину выборов республики. Впервые организатором информационно-экспертного центра стала Общественная палата республики. Подготовку я оцениваю на отличную. Все подготовлено с точки зрения технической, технологической. Функцию он будет выполнять следующее. Впервые Общественная палата республики Татарстан, впрочем, как и Общественная палата России, осуществляет общественный мониторинг соблюдения избирательных прав наших граждан. Освещать ход голосования готовы полторы сотни журналистов из двух десятков изданий. Для них в информцентре приготовили рабочие места с интернетом высокой скорости. Целый день отсюда будут выходить и прямые включения, в том числе корреспондентов нашего телеканала. Делиться последними новостями и комментариями здесь будут представители ЦИКа, политики и эксперты. Свою работу центр начнет завтра в 7 утра. Здесь огласят и итоговые результаты выборов президента России по республике. Альбина Слугараева, Данил Филатов, ТНВ Казань. Проезд в метро, трамваях и автобусах в Казани будет бесплатным. Один день на безбилетный проезд смогут рассчитывать обладатели браслетов «Я проголосовал». Его получат все избиратели на своих участках. До них и обратно жители отдаленных поселков столицы будут подвозить специальные автобусы с интервалом в два часа. Например, жители ЖК «Светлая долина» до избирательного участка будут довозить от третьего дома улицы Натана Рахлина. Всего столичным исполкомам выделено 56 дополнительных автобусов на такую перевозку казанцев. Места отправления указаны на таких объявлениях. Они расклеены у подъездов. Комитет по транспорту просит обратить внимание на подобную информацию. Сухая река, жилой массив Гробовский, Щербаковка, Чебокса, Большие и Малые Дербышки и так далее. Дополнительно будут организованы автобусные маршруты до избирательных участков, которые начнут свою работу с 8 часов, забирают людей, привозят на избирательные участки, дожидаются их, возвращают в поселки. Выступление Валерия Меладзе, Егора Крида, Салавата и Элвина Грея. Скидка в баню и походы в музей. Такие бонусы дают браслет «Я проголосовал». Его будут вручать завтра на избирательных участках республики. Какие еще сюрпризы ждут обладатели аксессуара Салават Мухаммадуллин. Возможность послушать вживую Валерия Меладзе, Егора Крида и других известных исполнителей. Билет на звездный вечер. Этот поистине волшебный браслет. Проголосовал? Получил браслет. Отдав свой голос, здесь же можно будет закупиться продуктами. Около 4-50 участков развернутся в сельхозъярмарке. Кстати, любой обладатель браслета сможет выиграть айфон, айпад и даже гироскутер. На избирательных участках пройдет фотомарафон Альдана Выбора. За проезд, оплачиваем, пожалуйста. Спасибо. Еще одно волшебство браслета 18 марта – это бесплатный проезд на общественном транспорте. Не за красивые глаза, а за красочный аксессуар можно будет доехать до любой точки города. После выбора на выбор в разных районах и городах республики бонусы. В Казани для активных избирателей свои двери распахнут музеи. В Буинске, например, браслет даст 50-процентную скидку в общественную баню. Нижнекамские избиратели смогут бесплатно проверить здоровье на 17 участках. На Бережных Челнах состоится сразу несколько концертов и показов пьес, а в Альметьевске ждут звезд российской эстрады. Радик Ильякшин выступит и также планируется выступление московской артистки, певицы Нюшин. У браслета еще не одна суперспособность. Оценить все его возможности можно только 18 марта. Завершится же выбранный уикенд праздничным салютом. Слово Тухмадуллин, Марацетгара, ФТНВ, Казань. Флагвордскилз в немецком Дейсбурге – это вторая точка мировой эстафеты знамени. Напомню, в понедельник он стартовал в Мадриде. В Германии прошла его презентация. Следующими остановками флага станут города, которые ранее принимали мировые чемпионаты. В Казань он прибудет 22 августа на открытие чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. Подо льдом больше шести часов на такой рекорд замахнулись республиканские аквалангисты при подготовке к экспедиции в Арктику. Сегодня на озере Изумрудное, Казани они приступили к тренировкам. О досуге, питании и храбрости под ледяной водой наш следующий репортаж. На улице минус 14, под водой чуть выше нуля градусов. Этот черный треугольник – условный портал на пути к мировому рекорду в Арктике. Татарстанские аквалангисты планируют провести под ледяной водой четверть суток. Можно, конечно, взять какие-нибудь подводные шахматы, в них поиграть. Вместо подводных шахмат – килограммы снаряжения и костюм с электроподогревом. Погружение для них кажется забавой со стороны. На самом деле это риск и опасность для жизни. Но они по-другому оценивают ситуацию. У нас уже там появились знакомые рыбешки, которые к нам подплывают. То есть мы, когда заходим в воду, начинаем фонарями светить, они уже понимают, что да, тут пришли дайверы, подплывают, ну, просто не боятся, рядом с нами плавают. Но сегодня им, похоже, придется потесниться. Кроме основной группы драйверов, через час к ним подплывет страховочная для смены баллонов. И все это на глубине, и так каждый час. А через каждые два они доставляют еду исследователя. Может быть течение, может быть майно схлопнуться, то есть из-за подвижки льда. Понадобится резко помощь кому-то из аквалангистов, у кого-то разорвался костюм, часть наряжения вышла из... То есть огромное количество, то есть этих всех вещей, ребята их будут отрабатывать. Регулируют вентиль, чтобы он под ножкой оказался. Отработка в Казани для экспедиции в Арктику, а потому на родном озере они симулируют все внештатные ситуации. Ну, подключи. Экспедиция запланирована на следующий год. Слава от Мухаммадулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Только небо, только ветер. Татарстанские экстремалы продолжают усмирять непогоду. Сегодня в Казани прошел финальный этап Кубка Волги по сноукайтингу или катанию на доске с парашютом в руках. В этом спорте чем сильнее ветер, тем больше скорости. Рамиль Шайдулин о жажде экстрима. Выше только параплан, быстрее только горные спуски. Сноукайтинг точно не для слабаков считают десятки экстремалов Татарстана. Сегодня они собрались на финал Кубка Волги. Здесь решится, кто из любителей, самый профессиональный. Соревнования идут до 4 часов. И до этого времени необходимо пройти все точки. Со въезда в Казань мимо аэропорта и танкового полигона во всем полагаясь только на ветер. Кайтер лучшего друга кайтера, если он сильный, и врага, если штормовой. Все-таки требуется хорошее владение кайтером, хорошее понимание ветра. Разгоняться от нуля до 70 км в час. Но у кайтера позволяют вот такие вот парашюты. Они сделаны из специальной ткани, которая ловит малейшие дуновения ветра. Но в то же время из-за своей особой конструкции позволяет спортсменам держаться только своей волны. Уже год на одной волне с кайтерами и некогда горнолыжник Александр Сидоров. Это его первые соревнования, но здесь вместо гор равнины, а вместо палок парашют. Не надо напрягаться. Запустил кайт и поехал. Это уже нижнекамские гонки по каме. На скорости способны обогнать даже снегоход. Эти экстремалы не боятся получить травм. Ведь сюда приходят только те, кто понимает, что сноукайтинг тоже экстрим. Может поэтому и единомышленников пока не так много. Есть люди, которые хотят начать, потом чего-то пугаются и это дело у них не идет. Да, они боятся. Главное не бояться верить в себя. Борды, парашюты и форму кайтеры покупают сами и сами же строят маршруты для гонок. Ведь только они знают, где свободно проедешь со стропами, а где самые долгие воздушные коридоры. А сейчас время обзора всего самого интересного в интернете за неделю. Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике в сети. А, уже начали. Просто там снег идет в марте. Ну, все выложили уже в инстаграм, а я еще нет. Всем привет! Вот и пришла настоящая русская весна. Надеемся, что хотя бы летом будет, ну, меньше снега. Уже очень много мемов и видеороликов на тему того, что погода очень обманчива. Смотришь, кажется, ну, что тепло, одеваешься легко, потом выходишь, а там опять зима. Но, друзья, вы не отчаивайтесь. Скоро уже придет лето, и мы будем отдыхать так же, как вот этот вот парень. Парочка интересных кадров из Татарстана, которые были замечены на просторах интернета. Добрый полицейский, ну, действительно добрый, увидел машину на аварийках, остановился, предложил помощь, толкнул машину. Молодец! А вот этот парень, похоже, живет не потому, что на улице, а по календарю. Увидел, что весна, все, надо уже на велосипеде кататься. Но это еще ладно, кто-то вообще на коне. Пользователи пишут, когда бензин подорожал. А что, в снегопад самое то, чистить от снега не надо, в пробках не стоишь, проснулся, залез на коня и вперед на работу. И пока мы далеко не ускакали, наша традиционная рубрика в сети с президентом. Итак, какие у нас есть новости про президента, судя по его инстаграму? Значит, Рустам Мениханов записался на кулинарные курсы, теперь он у нас еще и пекарь. Но на самом деле увидел это он все в музее Горького. Потом посетил 181-ю школу, где сдавались нормы ГТО. Эту фотку он подписал так, ГТО всей семьей. Также большое количество рабочих поездок на различные предприятия и форумы. Кстати, Рустам Мениханов встретился со студентами в рамках 8-го конгресса студентов, где выступление президента не прошло без шуток. Мне очень приятно. Море и моим коллегам. Опа. Уже все. Проблем никаких нет. Все в порядке. Текст, который мне приготовили, я специально оставил. Как будто знал, что будет диверсия. Вот что значит человек с юмором из любой ситуации выйдет. Все уже знают, что всем нашим российским олимпийцам дали по крутому автомобилю. И ни для кого не секрет, что кто-то оставил его себе, а кто-то продал. Вот, например, хоккеист Илья Ковальчук. Его поступок бурно обсуждают пользователи. Продал свой подарок за более чем 7 миллионов рублей. И полученные деньги он отдаст на благотворительные цели. Вот он, человек достойного уважения. Пишут пользователи в комментариях. Помните, на прошлой неделе смотрели видео, где девушке, ну, без разницы было, куда заливать незамерзайку. Незамерзайку хочу залить. Куда, в моторный отсек? Это же не моторный отсек. Какая разница, куда заливать? Так вот, продолжаем рубрику «Я готов целовать песок, лишь бы ты только не водила». Девушка, у вас машина поехала. Ну, вы подумайте, ну, обычная ситуация, ну, с любым может произойти. Ну, забыл человек ручник поставить. Бывает. Ну, не тут-то было. Смотрите, что происходит дальше. Машину-то останавливайте. Ну, да, по сути, ну, зачем человеку машина? Главное же сумка. Женская сумка важнее любой машины. Но пользователи сразу раскрыли это фейковое видео. Там потому что прям слышно, как машину с ручного тормоза снимают. Так что в следующий раз, друзья, будьте осторожнее и при езде, и при съемках таких оригинальных роликов. А сейчас золотая. В прямом смысле этого слова новость. В аэропорту Якутска из самолета просыпались золотые слитки. Каждый такой слиток весит 20 килограмм. Всего в самолете было 9 тонн золота. Общей стоимостью в 21 миллиард 600 миллионов рублей. Часть этих слитков упала на взлетную полосу и рядом с ней. А остальная часть где-то в поле. Так что сейчас так называемые активисты вышли в поле и ищут. Ищут клад. Ну, давайте пожелаем им удачи. А сейчас традиционный топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Олег Табаков. Известный актер ушел из жизни. Вторую строчку также занимает великий человек. Мировой физик, теоретик Стивен Хокинг также покинул нас. На третьем месте обсуждение олимпийских и паралимпийских игр в Корее. И напоследок для настроения вот такой вот вам позитивный ролик от наших казанских парней. На этом сегодня все. Присылайте различные фотографии, видео, выкладывайте их в сеть и они обязательно будут в сети. Пока! А впереди прогноз погоды. Я же напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте телекомпании и на канале Ютуб. Всего доброго и до свидания. В Канавто каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230 30 30. Татаркино. Ассамблея народов и Министерство культуры Татарстана представляют. Впервые в Казани. Международный фестиваль тюркского кино. Семь стран мира. Лучшее достижение тюркского кинематографа. Известные режиссеры и продюсеры. С 21 по 25 марта. Приходи, смотри, обсуждай. Фильмы о самом главном в кинотеатре Мир. Творческие встречи в Доме дружбы народов. Подробности на tatarkino.ru Для детей старше 16 лет. 16 марта. Открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Сейчас или дороже. В марте купите автомобиль Ниссан с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр Марка Казань. Звоните. 4 пятерки, 3 единицы. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». И на Марка за гроши в автоцентре Марка. Спеши. В марте бери датсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр Марка Казань. Звони. 4 пятерки, 3 семерки. Внимание! Рейсовый автобус по маршруту Лейногорск-Казань-Лейногорск осуществляет отправку с города Казань с автовокзала Южной в 17 часов ежедневно. К мечте ближе, цены ниже. Новые дома, стартовые цены. ЖК «Южный парк». 526-55-55. С 9 января по 30 апреля для пенсионеров специальная акция проживания, лечения и питания всего за 1500 рублей в сутки. Санаторий «Левадия-Казань». Только в марте в автоцентрах «Луидор». Скидки на автомобили «ГАЗ» до 325 тысяч рублей. Звоните. 8 800 22 402. Предложение не является публичной аффектой. Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом». Хорошая история. Санаторий «Чувашия». Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йода-дефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. Ликвидация склада. Автомобили «УАЗ-Профи» от 650 тысяч рублей. «УАЗ-Авто». Ты видела, какой Ленков фасад сделан? Ты имеешь в виду фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. «Альтопрофиль». Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Деньги мига. Деньги со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Зима не сдается. В предстоящие сутки вновь ожидаются осадки в виде снега, временами сильные. Температурный фон существенно не изменится. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке республики ожидается снег. Температура повысится до 4 градусов ниже 0. На северо-востоке будет снежно и морозно до 11 градусов ниже 0. На севере республики тоже ожидаются осадки. Там будет минус 10 градусов. На северо-западе снег, местами сильный и до 12 градусов мороза. На юго-западе республики временами пройдет снег. Температура воздуха составит минус 12 градусов. В центре республики пасмурно ожидается снег. Температура воздуха составит от 7 до 11 градусов мороза. В последующие сутки в республике ожидается значительное повышение температур, а осадки прекратятся. В Казани будет снежное и до 12 градусов мороза. Ветер южный и порывистый. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин